Ну, в принципе, может, вышел бы и объяснил бы, как ему нравится это. Очень сильно уже у него дрожали руки, губы, и он прямо так с таким смаком об этом рассказывал. Очень хотелось бы, чтобы психиатры и психологи сделали независимую оценку, чтобы можно было подать на основании этой независимой визуальной оценки, подать в суд и принудительно заставить пройти его экспертизу. Потому что это было ненормально. Просто ненормально. То, что мы пронаблюдали в эфире на Шустрый Галайф на всю страну. Ну, давайте начнем еще, я думаю, мы все поговорим. И поговорят наши адвокаты, которые постоянно защищают наших военных, наших добровольцев в судах от прокуратуры по абсолютно сфабрикованным уголовных делам. И волонтеры, и те, кто присутствуют, мы год, фактически, систематично год пытаемся бороться с Матюсом. И мы понимаем, что такая дрянь и падла устраивает нашего президента. То есть, фактически, вот я такую аллегорию приведу. Народ Украины, добровольцы, волонтеры, военные, это лошади, у которых завязаны глаза. Лошадь сильная, здоровая, она может бежать, она может за собой тащить. Но у нее завязаны глаза. И она бежит от страха и боли от кнута, таща за собой повозку. Вот так его народ Украины тянет этих подонков, олигархов, которые сидят в этой повозке, президента, власть нашу, военных прокуроров нашего, там, этого, нашего Яценюка, Турчинова, которые сдали Крым и фактически на сегодняшний день превратили людей в жабракив. И тащит. Тащит просто от того, что от страха и боли. И другого им не надо для Украины, им не нужна сильная страна, им не нужны сведомы люди, им не нужны патриоты, им нужен страх и боль. Иначе они не смогут с нас получать и управлять. Спасибо. Ребята, ну что будет, как бы вы видите, да? То есть у нас очень четко есть ассоциативный ряд, у нас есть люди, находящиеся в определенных позах, это скольп, боль, страх, разочарование, танки, гранаты, патроны, все это шоколадное. Ну, то есть все могут провести ассоциативный ряд, почему это шоколадное. У нас есть молоко, у нас есть еще много чего. Вы сейчас увидите. Я бы хотел передать слово, и пока чтобы поговорили, чтобы вот Александр Оленченко, наш один из адвокатов, который защищает военных, наш артивист, громадский деяч, который, это и 51-я бригада правозахистных, 51-я бригада, и части Айдаровцев, и многих других добровольцев. Доброго дня, шановные украинцы. Что я хотел сказать. Мы начали надавать помощь добровольцам, бойцам ЗСУ еще с прошлого лета.